Сулим, поздравляю тебя, приветствую. Прекрасная победа. Вы, если смотреть на трибуны, с Олегом Оленичевым устроили там настоящую драму. То есть это было прям полноценное побоище. И учитывая, как вы в конце еще за 10 секунд просто встали, Олег сидел, ты оперся уже на клетку. Это было круто. Какие у тебя эмоции? Сегодня ты впервые провел целый поединок и добыл победу решением судей. А не досрочно. Что на этот счет испытываешь? Добрый вечер. Очень тяжелый бой. Впервые за мою карьеру. Даже в любителях. Очень самый тяжелый бой. Олег очень хороший соперник. Поздравляю его. Здоровый ему тоже. Ну, я рад, что у меня бой полностью. И этот бой понравился зрителям всем. Считаешь ли ты, что этим поединком развеял миф? У тебя до этого было 6 боев, 6 стремительных побед нокаутами. И знаешь, прилипло такое клише, что Сулим – это боец одного раунда. Если вот он в первом раунде не вырубит, он устанет и дальше не сможет. Считаешь ли ты, что этим боем закрыл рот хейтерам? Если сказать честно, с Мурадом, тренером, мы готовились на полной дистанции. Ну, последние дни, не знаю почему, я 100% уверен был, что я его досрочил. Ну, в втором раунде, когда ему с носом проблемы были, я пытался досрочно закончить бой. Ну, не смог. Короче, я могу полностью драться. И не только ударка у меня, и борьба тоже нормально с борьбой. Кстати, сегодня ты сделал первый в своей карьере тейкдаун с контролем. Скажем так, полноценный тейкдаун. Лон-раунд. Да. А вообще, были мысли до боя, что ты будешь бороться? Или это уже по ходу боя пришлось? Ну, я дома каждый раз с Адланом, Зумсо, Рассул, там много спаррин-партнеров. Мы отрабатывали борьбу всегда, каждую тренировку. Ну, в этом бою я, наверное, не собрался вообще. Чисто защита и ударка. Ну, так получилось. Ну, у меня с борьбой тоже не все критично. Нормально. Как сегодня увидели, учитывая, что Олег очень даже неплохо борется, у тебя все нормально. Скажи, у тебя третья победа в основной лиге подряд. Кого ты... Я думаю, что Олег на сегодняшний день это самый именитый оппонент в твоей карьере. Да, который я был. Кого ты видишь дальше для себя? Ну, если я удосрочил бы Олега, ну, это так, Олег тоже серьезный соперник на меня. Я хотел бросить вызов Гасанову, который... Эльмар. Да, Эльмару. Ну, я не удосрочил и пока с коленом чуть-чуть. Если с коленом, норма будет 4 октября. Гасанова, Грозный. Это потрясающий бой двух ударников, будет круто. И еще вопрос. Ты после поединка надел берет, ты представляешь, скажем так, Грозненский ОМОН. Скажи, как на службе относятся, скажем так, к твоему увлечению, хобби? Даже не знаю, как бои назвать для тебя. Ну, все поддерживают, если честно. Командир в основном всегда на связи. Сегодня, вчера звонил. Хотел досрочно выбирать бой и посвятить своему командиру. Но все равно я этот бой посвящаю Бесаеву Анзору, командиру ОМОН, Алмад Грозный, борец Даду Куава. И я тебя поздравляю, больше не задерживаю. Звони командиру, поздравляю его. Бесаеву Анзору.